Почему США не будут вводить новые пошлины на товары из Китая? Стоит ли опасаться новых санкций против российского госдолга в 2020 году? И чего ожидать от акций Apple? Эти и другие темы обсуждаем в сегодняшнем дайджесте новостей на канале InvestFuture. Всем привет, друзья! Новость, которая больше всего волнует инвесторов на этой неделе, это, конечно же, новые тарифы, которые США могут применить к китайским товарам на сумму в 156 миллиардов долларов. И пошлины могут вступить в силу в воскресенье 15 декабря, если не удастся договориться о первой фазе торговой сделки. Утром во вторник на рынок пришел пессимизм, потому что представители Китая завершили, что вряд ли на этой неделе первичное соглашение будет подписано, потому что Вашингтон сейчас сосредоточен на завершении торговой сделки с Мексикой и Канадой. Об этом написало китайское издание South China Morning Post. И при этом источники в Китае продолжают верить в то, что новые пошлины американская страна не введет, поскольку это негативно скажется на экономиках обеих стран. Но так или иначе, такая публикация вызвала на рынках определенную тревогу. Мы увидели рост ВИКС, который нам демонстрирует волатильность на рынках. Но ситуация немножечко стала лучше после комментариев, которые опубликовало издание The Wall Street Journal. Заместитель директора Национального экономического совета США Клит Уильямс заявил, что он не ждет подписания сделки до 15 декабря, так как все еще есть нерешенные вопросы. Но также я не жду и введения новых пошлин, потому что, вероятно, очередной раунд пошлин приведет к новому списку ненадежных организаций из Китая, к политическому ужесточению и практически исключит шансы на сделку до президентских выборов в США. Этого не хочет ни одна из сторон. Такое заявление США достаточно примирительного тона рынкам понравилось и все-таки заложило надежду на то, что новых пошлин на этой неделе не будет. С другой стороны, есть новости, которые все-таки не позволяют расслабиться. Например, стало известно, что в ближайшие три года Пекин откажется от использования иностранных компьютеров и программного обеспечения. Запрет затронет все государственные учреждения Китая. В 2020 году страна откажется от 30% иностранных компьютеров, в 2021 от 50%, а в 2022 году от оставшихся 20%. Об этом сообщает издание Financial Times. В общей сложности Китай планирует заменить от 20 до 30 миллионов компьютеров. Причем официально эта директива китайских властей нигде не была обозначена, но именно об этом говорят источники в китайских брокерских компаниях. И, соответственно, это может негативно отразиться на акциях американских IT-компаний, таких как HP, Intel и Microsoft. Тема номер два. В свежеопубликованный бюджет Пентагона не включили санкции против российского госдолга. И это, безусловно, является позитивным маячком для российского рубля, в том числе в бюджете Минобороны США. Не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России. Основные параметры опубликованы на сайте Комитета по вооруженным делам Сената США. Еще летом обсуждалось внесение этого положения. Тогда поправка появилась в версии оборонного бюджета. И она запрещала операции с облигациями, которые выпущены российским центральным банком, фондом национального благосостояния, федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами. Ну и американские политики считали, что это должно предотвратить вмешательство в России в президентские выборы США. Почему поправка исчезла, пока неизвестно. Возможно, это какая-то нефинальная версия. При этом в проект бюджета были все-таки включены ограничения в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Это санкции в адрес компаний, которые предоставляют суда для прокладки труб. И эти санкции должны препятствовать завершению работ, потому что справиться с этой задачей самостоятельно Россия на данный момент не может. Вот такие у нас новости со санкционного фронта. Пониженная инфляция в России становится темой номер один в высказываниях российских политиков. Так, во вторник глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляции в России вообще неоткуда взяться. И он предполагает, что годовая инфляция в России в первом квартале 2020 года замедлится до 2,5%. И продолжительный период будет находиться гораздо ниже целевого уровня в 4%. Инфляции просто неоткуда взяться, подчеркнул он. Рост цен на уровне потребителей будет значительно ниже не только прогноза ЦБ, но и прогнозами на Комномразвития в 3%. Что происходит, по мнению Максима Орешкина? Во многом рост цен был связан с активным кредитованием и кредитным пузырем, о котором он неоднократно предупреждал. Сейчас ЦБ взял ситуацию под контроль и начинает сдавливать кислород для рынка потреб кредитования. Соответственно, мы видим, что в России у нас активно снижается потребительский спрос. Это стало заметно уже этой осенью. И, по сути дела, мы видим, что продавцы и ритейлеры просто не готовы сейчас повышать цены, понимая, что они свои товары просто не продадут, если будут пытаться продать их дороже, чем сейчас. Так что вот такая у нас картина. Росстат говорит, что в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 3,5% против 5%, которые мы наблюдали еще в начале весны 2019 года. Тогда инфляция подрастала на фоне эффекта НДС. Сейчас он постепенно сходит на нет. Хорошо это или плохо, я думаю, что покажет нам только дальнейшее развитие событий, потому что сейчас, по сути, мы видим, что устойчивость экономики, конечно, стагнация потребительского спроса подрывает, с одной стороны. С другой стороны, можно официально и позитивно рапортовать о низкой инфляции. Хотя в высказываниях Максима Орешкина я вижу даже нотки не на 100% позитивные. Тема номер четыре. Если вы держите акции Московской биржи и хотите, чтобы они росли, покупайте акции на Московской бирже. Такой вывод напрашивается после опубликованной статистики, которая нам говорит о том, что в ноябре количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 273 тысячи человек, а всего с начала года суммарно на 1,6 миллионов. В ноябре при этом частные инвесторы купили на Московской бирже акции почти на 22 миллиарда рублей. Это частные инвесторы. И за месяц хотя бы одну сделку на бирже совершили более 320 тысяч человек. Причем больше всего бумаги покупались на неделе 11-17 ноября. Это именно тот период, когда индекс Московской биржи преодолел рекордную отметку в 3 тысячи пунктов. Ну все по классике. Рынок растет, инвесторы покупают. При этом основной приток клиентов обеспечивают крупные российские банки, через которых открываются счета. Активности способствует появлению возможности открыть счет дистанционно. Цифровые сервисы и конечно же налоговые льготы. Ну и на фоне снижения банковских ставок инвесторы ищут более доходные альтернативы и направляются на Московскую биржу. Аналитики считают, что на фоне такой динамики вырастут доходы Московской биржи. И соответственно мы можем ожидать роста котировок. Вот что говорят аналитики акции. Самый прибыльный сегмент бизнеса Мосбиржи и хорошая динамика за ноябрь может значительно увеличить комиссионный доход за 2019 год. В третьем квартале чистая прибыль Мосбиржи увеличилась почти на 7%. Комиссионный доход поднялся более чем на 8%. Аналитики Атона предполагают, что высокие объемы биржевых торгов будут основным фактором роста котировок самой Московской биржи. До конца текущего года ждут роста цены до 125 рублей за одну акцию. ВТБ целится на 120 рублей за акцию в ближайший год. Сбербанк 112 рублей за акцию. БКС также рекомендует покупать бумаги Мосбиржи с целевой ценой 130 рублей за одну бумагу. Держите ли вы акции Московской биржи и считаете ли вы, что сейчас хороший момент, чтобы их покупать? Пишите об этом в комментариях. И последняя пятая тема довольно любопытная. Капитализация Apple превзошла стоимость всего нефтегазового сектора США. Если компания Apple стоит почти 1,2 триллиона, то компании, входящие в энергетический индекс S&P 500 Energy, капитализируются сейчас в 1,1 триллион долларов. Туда входит 28 нефтегазовых компаний США, таких как Apache, Conoco Philips, ExxonMobil, Chevron и Schlumberger. С начала года котировки компании Apple прибавили 70%. Компания оказалась лидером по росту среди участников индекса Dow Jones Industrial Average и при этом сумела обогнать Microsoft капитализация, которая выросла всего лишь на 50%. Хотя что такое всего лишь? Собственно, очень даже солидно. Большинство аналитиков склоняются сейчас к точке зрения, что в 2020 году стоит рассчитывать на дальнейший рост акций Apple, несмотря на снижение продаж айфонов. Apple все меньше ставит на продажу непосредственно техники и сейчас концентрируется на новых моделях получения доходов, в первую очередь на сервисах, за которые Apple уже приучила свою аудиторию платить, например, Apple Music или Apple TV+. В последнем квартале доходы от услуг в Apple выросли на 18%, тогда как продажи устройств снизились и сейчас доходы по этому направлению составляют чуть менее 20% от общего объема продаж компании Apple. Очень многие аналитики позитивно высказываются о перспективах бумаг, например, Citigroup повысил недавно прогноз по акциям Apple с 250 до 300 долларов за одну акцию и считают, что беспроводные наушники, AirPods и часы Apple Watch обеспечат компании высокие продажи и прибыль в 2020 году. Ну а, например, в JP Morgan прогнозируют, что на горизонте года акции Apple вырастут до похожей цены 296 долларов за одну акцию, то есть более 10% прибавит. Вот такие вот прогнозы. Хотя некоторые эксперты считают, что многие пользователи будут постепенно переключаться с iOS на Android, что может негативно отразиться на бумагах компании Apple. Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, что вы все-таки для себя выбираете? iOS, Android? Может быть, вы тоже собираетесь отказаться от техники Apple на ближайшем горизонте? Давайте составим свой собственный консенсус, прогноз подписчиков InvestFuture. Друзья, у нас на канале по горячим следам вышел ролик по биржевым фондам от Тиньков Капитал, которые вышли на рынок 9 декабря. Я там поделилась своим мнением и предостерегла людей от того, чтобы, ну скажем так, не читать документы, покупая финансовые активы. Посмотрите этот ролик. Я думаю, что он может быть для вас познавательным. Ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. Спасибо, друзья, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что было полезно. Кстати, также не забывайте участвовать в нашем книжном конкурсе. Мы разыгрываем книгу «Продавец обуви» о компании Nike на этой неделе. Книга очень классная, так что рекомендую за нее побороться или просто почитать для общего развития. Не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Это очень важно для того, чтобы вы и дальше видели наши ролики, если, конечно, вы этого хотите. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.